Я думаю, что вы убеждаетесь каждый раз, что Крымский вечер, он может быть абсолютно разным. Когда вы проводите Крымский вечер в эфире радио Крымреалии, вы получаете абсолютно разнообразную информацию. И, конечно же, мы не можем не говорить о фестивалях, о музыке, о всём прекрасном, но в это прекрасное часто вмешивается политика, как мы видим. И вот я хочу представить мою гостью, Евгения Стрижевская, сорганизатора фестиваля «Как ты, Бельджаз Фест». Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Ну и что же, я хотела бы сначала напомнить такие даты, что скоро в Черноморске, а на Матеряковой Украине стартует «Как ты, Бельджаз Фестиваль» с 16 по 19 августа. Он у нас неофициально называется «Как ты, Бельск». «Как ты, Бельск», вот так вот, да. Ну, интересно, что в Крыму там «Как ты, Бельский фестиваль» никто не отменял, и там дата немного другая — 24-26 августа. Там фестиваль придёт в «Как ты, Беля». Какая разница между фестивалями, вот, в принципе, да, потому что ваш фестиваль — это фестиваль-переселенец, как его называют в украинских медиа, как вы его называете, да, но в то же время у вас есть клон, конкурент, как это назвать? Я, к сожалению, не могу ответить вам на вопрос объективно. Я не была на том фестивале, и я не знаю, какая разница. Ну, как бы, если говорить фактологически, да, то фестиваль «Как ты, Бель», да, бренд, или там на английском «Как ты, Бель Джаст Фестиваль», да, всё это зарегистрировано, это украинская торговая марка, скажем так, юридически, да. Да, действительно, в самом начале, когда появился «Как ты, Бель» 2003-2004, в партнёрстве он проходил также с Дмитрием Киселёвым, который, ну, большую медийку, да, медийную поддержку давал и на ICTV на тот момент, да, потом, когда переехал в Россию и России, но, собственно, там, главой оргкомитета или ещё кем-то, да, он не был. С того момента, когда я уже попала в команду организаторов, я была несколько лет просто как медийным партнёром, тогда ещё от «Радио Киев», от «Радио Ренессанс», от нескольких радиостанций, а Дмитрия Киселёва там уже не была. Это в каком году? В 2005-2006, вернее, в 2005-м ещё был, в 2006-м уже не помню, честно говоря. Вот. И как бы то, что, ну, «Коктебель» — это логично, это уже, извините, да, прикормленная публика, атмосфера за столько лет, и на самом деле действительно путали. Путали очень многие, очень многие ехали из Украины, из России, из Белоруссии и рассказывали, о чём фестиваль переименовали. А, ну ладно. Ну, то есть, первый где-то, ну, 2014-2015 очень много мы получали. Типа, что, а как? Потому что, ну, очень смешно, да, мы объявляем даты, проходит там день-два, а «Коктебель» джаз-пати почему-то проходит в эти же даты. Да, но в этом году, наконец-то, вот оно различие, я его знаю, он проходит в другие даты впервые. Вот, поэтому, ну, не знаю, я смотрела фотографии, там, да, как оно проходит, ну, нормальный фестиваль, чего, на том же месте, у них такие же сцены, как и у нас были, там, открытая, нью-джаз и джазовая, ну, да, ну, под копирочку сделали, ну, окей. Ну, вот чего нет и не будет, очевидно, на вашем фестивале, это президента России Владимира Путина. У нас есть такой небольшой фрагмент его выступления там, в «Коктебеле» в 2017 году, вот как его приветствовала публика и как он приветствовал ее. Я вас всех хочу от души поприветствовать, а прежде всего хочу высказать слова благодарности устроителям этого замечательного праздника. Вот уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, здесь проходит такой замечательный фестиваль. В целом, за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира. И в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов наших друзей. Музыка – это такой язык, это и есть вот эсперанта, международный язык, который не требует перевода, он объединяет людей. Большое спасибо нашим гостям, всем музыкантам и устроителям. Поздравляю вас с этим праздником, всего доброго. Евгения Стрижевского в нашей студии, что вы только что сказали? Я сказала, что это моя цитата, музыка эсперанта. Не, ну на самом деле, так очень многие говорят. Ну, есть часть недостоверной информации, потому что у нас, извините, в один год только на Коктебеле бывало 70-75 коллективов. За 15 лет 150 что-то как-то маловато. Если там хотя бы, ну хорошо, в среднем возьмем 50 коллективов и умножим на 15 лет, если на 2017, то это гораздо больше. Вот, ну, молодец, приехал, открыл президент страны. Я бы была очень счастлива, если бы наш президент открыл хоть один джазовый фестиваль. Почему нет? Круто. Даже так. Ну, Евгений, я вот смотрю комменты, которые у нас есть в комментарии. Комменты, что за родийный язык. Вот у нас в Ютьюбе трансляция и в Фейсбук. И, собственно, пишут мне, я задала вопрос, были ли вы на фестивале, всё равно там на каком-нибудь, в Коктебеле, в Черноморске, но чтобы какие-то были отзывы у людей. Люди говорят, что нет смысла отвечать на этот вопрос, потому что вы всё равно скажете, что где-то хуже, а где-то лучше, да. Но на самом деле мы открыты ко всем мнениям. Возможно, вы на фесте в прошлом году встречали крымчан, да, или материковых. Да, есть это. Что они передают, какие ощущения у них, и чувствуют ли они разницу? Вы знаете, я считаю, что в этом контексте и, в принципе, в то время, в которое мы живём, сравнение — это путь в никуда. Извините меня, пожалуйста, я не хочу отвечать на этот вопрос. Я не считаю, что путём сравнений, избиения себя в грудь, какие мы крутые, или какие мы плохие, а они крутые, мы к чему-то придём. Мы придём к чему-то и построим что-то хорошее и новое, как все рассказывают, да, все позиционируют. Мы же новую страну как бы строим. Только путём очень большого и тяжёлого труда. Каждый на своём месте. Не бросанием чего-то на вентилятор в Фейсбуке и криками или зрадой, или перемога по делу и без. А тем, что мы осознаем, что то, что мы делаем сейчас, и так, как мы работаем сейчас, это принесёт результаты в лучшем случае, я идеалист, нашим внукам, а в принципе правнукам, наверное. Когда мы это осознаем, перестанем топить друг друга, перестанем сравнивать себя с кем-то. Да, мы местами как-то не можем себе цену собрать, честно говоря, обидно до сих пор. Местами мы по-прежнему преклоняемся, это спасибо господину Петру Первому, перед иностранцами, перед всеми. Мы же плохие изначально, а они... Вот. И когда мы перестанем топить своих музыкантов и заставлять их становиться известными в Украине, только после того, как они становятся известными в Европе. Как бы вот... Вот я хочу в каком дискурсе существовать, о чём делать. Я хочу, чтобы каждый на своём месте работал честно, качественно и профессионально. Будь это дворник, политик, будь это человек, который по объективным причинам не может выехать из Донецка, к примеру, или из Крыма, приезжает на Коктебель. И хотелось бы ещё в этом русле, вы сказали, что без политики, вот не получается. Чтобы как-то ещё это происходило достаточно толерантно. Вот наша большая проблема. А где вы встречаете отсутствие толерантности? Да, вы в Фейсбук почитайте. И особенно то, что сейчас с фестивалем связано. И не только с фестивалем. Ну, как бы, пока мы из Закарпатья до Запорожья, из Одессы до Чернигова не найдём в себе силы друг друга слушать, пытаться и понимать, что не твоё мнение единственное правильное. Мы все украинцы, мы очень разные. Этим надо гордиться. Ну, вот одна из тем фестиваля в этом году — это толерантность. Много будет чего посвящено этому поводу. Вот. И в связи с этим и будет обсуждать... Ну, это уже следующая тема. Визит запрещенного одного музыканта на наш фестиваль и так далее. Вот. Поэтому, извините, сравнивать не буду. Я не буду говорить о том, что ездят прям десятки тысяч и плачут свои, говорят, как же круто. Ездят реально патриоты в фестивале, потому что фестиваль «Джос Коктебель» в первую очередь — это атмосфера. Ты можешь слушать «Ануку», ты можешь слушать «Морчибу», любить, да, но когда ты попадаешь на их концерты на море под звёздами и когда вокруг тебя такие же адекватные и красивые люди, которые любят такую же музыку, как ты, в этом и есть, да, история нишевых фестивалей. Тебя не будет окружать, то есть, ну, в этом смысле, да, есть фестивали машапные, большие, там, от 150 тысяч человек и так далее. А есть фестивали более нишевыми. И вот такой есть «Джос Коктебель», да? Это не джазовый фестиваль, он давно не джазовый фестиваль. Кстати, в этом году, слава богу, возрождается джазовая сцена, которая когда-то была в саду-дома-музея Волошина. Вот. Поэтому фестиваль «Джос Коктебель» — это очень красивые эмоции. И вот зачем надо ехать, и вот зачем люди скучают, и почему они продолжают ездить. Эмоции, вы уже сказали про толерантность, вы уже сказали про то, что джаз, джазовая сцена будет. А какая может быть главная цель? Вот объединяться, то, что вы говорите, любить музыку, жизнь и наслаждаться моментом? И чего вы хотите добиться? Вы знаете, в каждом фестивале очень много смыслов. Ну, то есть, если они там есть... У вас они есть, как вы утверждаете, правильно? У меня есть. Ну, я ж не единственный человек, да, я ж не президент, и, слава богу, у президента фестиваля тоже очень много мыслей, и, слава богу, мы во многих мыслях совпадаем, да. Все-таки мы себе думаем, что развлекательная функция, она даже не на втором месте находится. Фестиваль должен открывать новое, это обязательно. Фестиваль должен действительно дарить счастье, да, но для многих более цивилизованных стран, это я сейчас не преклоняюсь, это фактаж, это хэппининг, это отдых. У меня многие друзья ездят работать на фестиваль, и это их отпуск, чтобы погрузиться вот в эту атмосферу, ну, действительно, отдельной реальности, когда собираются единомышленники, когда, ну, и в... да, со стороны аудитории, и со стороны сцены, и со стороны команды. Фестиваль обязательно должен развивать, фестиваль должен давать новые эмоции, знакомить с новой музыкой. Вот у Лилии Викторовны тоже есть такая цитата одна, это президент фестиваля нашего, говорит, ну, по большому счету, фестиваль — это шведский стол. Тебе понравилась эта музыка? Отлично. Да, у тебя есть хедлайнер, на который ты едешь. Почему на фестивале? Как бы, да, логично, что существует несколько сцен. Потому что каждый человек должен найти свое. И на подобных вот атмосферных нишевых фестивалях, да, там легче найти свое гораздо, потому что, ну, уже есть доверие к организаторам, и это очень приятно, да, как только заканчивается фестиваль, открывается продажа билетов еще там, не сообщается ни единое имя, и так было у нас очень давно. И уже покупается где-то приблизительно треть абонементов. Потому что есть доверие, потому что есть всегда диалог с публикой, общение. У нас же не только музыкальная программа, да, у нас там очень большой лекторий, у нас в этом году снова будет уже традиционный фестиваль современного искусства «Артишок». Это вообще отдельная программа, Ганка Тричак занимается, там очень много интересной будет информации, презентации и так далее, и так далее, и так далее. Все кроме музыки, это все виды музыки, все виды искусства. В этом году будет IT-конференция, уже айтишники к нам приезжают, «Джаздуит» она называется. То есть открывать новое, открывать себя, нового, да, кто-то это называет обнулением, кто-то это называет дауншифтингом. На самом деле, есть еще один смысл, если позволите. Я думаю, что фестивали будут жить всегда, несмотря на наш мегавиртуальный мир, но ценность живого общения и обмена живыми эмоциями, она не уйдет и не пройдет никогда. Не важно, насколько люди социопатичны. Я даже вот сейчас вам задаю вопросы, понимаю, что вы пытаетесь как-то это описать словами, но это же нельзя передать. Атмосферу совершенно невозможно передать. Это очень индивидуальное ощущение, и это совершенно не поддается каким-то таким вербальным, невербальным передачам, смыслов. Евгения Стрижевская, соорганизатор фестиваля «Коктебель джаз-фест». Я называю это так, потому что у вас сайт, кстати, «Коктебель инфо», и тут написано «Коктебель джаз-фестиваль». Да. Вот, поэтому... Можно и так, и так. И, собственно, я напомню только вот такая разница для наших крымских слушателей, что этот фестиваль, который пройдет с 16 по 19 августа в Черноморске, бывший Ильичевск, это Одесская область, и это такой очень важный момент. Вот Евгения рассказала, что есть крымчане, которые приезжают на фестиваль. Есть ли у вас такие, знаете, постоянные клиенты, которые вот с 2004-2005 года с вами? Есть такие люди? Есть из нескольких городов и не Украины, в том числе есть шикарнейшая харьковская тусовка. Они приезжают, они всегда... Ну, мы же еще... Я же еще ведущая фестиваля, да, и я уже там... Привет-привет-привет. То есть выходишь уже где-то там с 8-го, с 9-го фестиваля, ты, в принципе, первые 10 рядов знаешь всегда. Даже знаешь, где их места, где они стоят. Они сами себе там фестиваль футболки печатают, делают. Есть прекрасные одесситы, которые всегда ездят. Есть, можно вот вспомнить, да, у нас прекрасная какая-то очень красивая связь с белорусской тусовкой, аудиторией, да, и во многом это благодаря тому, что на фестивале, я боюсь соврать, 2012-2011 года, когда вот запретили Ляписов, они же сделали у нас мировую премьеру своей программы, и приехало 5000 белорусов на этот концерт. Ну, и до этого к нам белорусы приезжали. Но не в каком количестве. Да, вот. Поэтому есть очень много, конечно, и знакомых, и друзей. У меня есть прекрасный друг, Дима Дмитриев, с которым вот мы вместе вошли в команду фестиваля, скажем, только он со стороны аудитории, а я со стороны организаторов. С 2008 года он ездит на фестиваль. Но познакомились мы с ним только в 2014-м в Затоке, ну, поцифровали друг друга, вот, и дружим с тех пор. Таких, на самом деле, примеров у каждого, каждый может рассказать много. У нас, кстати, сейчас проходит конкурс «Коктебель джазфан» про истории, да, у нас дети уже повырастали, ну, серьезно. Слушайте, наши коллеги с маленьким ребенком и месяца не будет, по-моему, он, может быть, месяц будет, хотят поехать вот. А сколько, я имею в виду, у нас, как-то помягче сказать, у нас много людей беременело на фестивале, это нормально. Вот, многие приезжали в Крым, и там же, ну, было, да, такое поверье, что надо, значит, под этими золотыми воротами проплыть. А у меня две пары друзей, вот они тоже уже написали свою историю, что, наконец-то, они много лет хотели, и вот на фестивале получилось. Ну, действительно, там были дети прекрасные, до слез доводили, там подходили, одиннадцатый фестиваль, они подходят, мне нарисовали стрижа, значит, типа, вот, мне одиннадцать лет, я тут с нуля езжу, значит, с родителями на фестиваль, можете дать автограф. Вот, историй, на самом деле, очень-очень много, у каждого, я думаю, каждый может рассказать, и про постоянную публику, в том числе, и мы, конечно, очень благодарны, публика у нас особая, но у нас действительно с ней вот такой вот обмен, да, позитивной, да, по большому счёту, мы все наркоманы, скажем так, потому что тот обмен, да, позитивной энергией, чтоб хоть эту фразу не вырезали, потом вне контекста получится странно, он происходит, да, и люди за этим едут, действительно, в отдельную реальность, которая там создаётся. А такой энергетики и таких потрясающих моментов, что даже дети, вот, получается, на, как-то, бель-жас-фесте, вот, в Затоке, теперь в Черноморске, Евгения Стрижевская в нашей студии, и такой ещё вопрос, раз даты в этом году, как-то бель-черноморск, не совпадают, ваше мнение, крымчанин, или материковый, неважно, вот человек, который любит музыку, фестивали, у него же получается в два раза больше шансов попасть на как-то бель-жас-фест и в Черноморске, и в как-то бель. Как вы относитесь к такому фестивальному туризму? Это мои, да, ещё раз, например, вначале договорились, что-то вы там без политики говорили, да? Это, ну, непростая тема. Я считаю, что каждый человек имеет право на свой осознанный выбор, если это его свой осознанный выбор. То есть, всё-таки, не просто музыка. Ну, получается, реально, не просто музыка в этом замеша. То есть, есть вот эта... Нет, понятно, не просто музыка. Если это осознанный выбор человека, он хочет поехать в Крым на фестиваль. Если он хочет поехать туда, грубо говоря, развлечься, ну, как бы, не моя история, да? Ну, я не езжу, допустим, это мой осознанный выбор. Но у меня есть друзья там, у которых остались родители. Они не могут не ездить, они не могут перевезти родителей там по определённым причинам. Если как бы у человека родители в Коктебеле живут, но ему как сцены стороной обходить, ну, грубо говоря, да, оно как бы неинтересно, да, оно неправильно, оно неэстетично как-то, да, потому что... Но, понимаете, у нас что, закончилась торговля с Россией? Я прошу прощения, мы что, у нас нет бизнеса, у нас нет торговли с Россией? Или у нас есть закон официальный, что украинские музыканты не имеют права гастролировать в России? Где? Это туда вопрос. То есть, есть законодательный и моральный аспект, Ну, у нас сейчас сюрприз. Давайте. Для Евгении, возможно, не сюрприз, да, но для наших радиослушателей точно, и для меня также. Владимир Пахалюк, у нас на связи, участник группы «Хаммерман» знайщикой вирусы. Здравствуйте, вы в эфире радио Крымреалии, Владимир. Добрый день, дорогие, Вова Пахалюк, с вами и навсегда, чмоки-чмоки. Мы очень рады. Вов, я бы хотела, для того, чтобы совсем немного, на капельку, познакомить нашего радиослушателя с вашей музыкой, вот такой небольшой фрагмент вашей песни. Вот сейчас прозвучит несколько секунд, а потом мы с вами пообщаемся, окей? Нам в подарок неизбежность, половая принадлежность, мы не выбор этот пронесем через года. Видно, это не случайно, мы подходим идеально, у меня есть что влагать, а у тебя куда? Это, пожалуй, самый такой момент, самый фрагмент, начало буквально песни, которую можно допустить звучание на радиостанции. Я вас видела во Львове, чему я очень рада, на самом деле, буквально вот в июне на львийском медиафоруме, и, конечно, я, знаете, сначала была в шоке, потом в восторге. Я думаю, что вы к такой реакции привыкли. Но после всего шлейфа новостей и прочего за 20, на минуточку, 21-22 года вашего существования, Вов, скажите, чем вы будете удивлять на как-то бельжас-фесте в Черноморске? Каждое новое выступление группы Хаммерман значения вируса, оно похоже чем-то на секс. Все знают, что будет хорошо, но никто не знает, каким способом это удовольствие будет доставлено. Я не знаю, честно вам скажу. Разве что, разве что, пожалуй, замечу, что на как-то белье джас-фесте мы будем, мы немножко сместили акценты и поскольку с нами играет аж шесть профессиональных, классических, консерваторских музыкантов, джазовых, лучших джазовых музыкантов в Украине. Музыки там будет побольше, там будут очень необычные оранжероки, а в основном, кроме этого, будет еще пять или шесть новых песен, а в остальном, это будет все тот же хаммермансующий вирус и немножко модифицированный, более серьезный, но тем не менее. Наряды уже себе подготовили, костюмы, да, потому что в интернете вот есть целый материал и много фотографий о том, как менялась мода в вашей группе и сколько интересных, разнообразных и даже шокирующих образов. Мы решили, что для этого проекта у нас будет неизменный костюм, но потом, когда я захожу в магазины на Петровке, а я там затарюсь, меня уже продавщицы знают, я понимаю, что этой традиции не бывать, мы будем этот костюм обгрейдить, модернизировать, и в этот раз, конечно, он будет совершенно отличен от того, который был представлен с Хазового Старбэнса в прошлый раз. Супер. Ну, еще такой вопрос. Мы тут обсуждаем вот то, что в Крыму, в Коктебеле, джаз-фест будет с 24 по 26 августа. Как вы думаете, стоит ли ехать туда и как вы вообще относитесь к поездкам, например, в Крым на фестиваль? Ну, мы-то в Крым не поедем, если артисты решили для себя поехать, это их выбор, однако же они тогда не должны удивляться пикетом, значит, который перед их концертами устраивает общественность. А что насчет слушателей, публики? Ну, я не знаю. Мне кажется, что нам сейчас всем нужно постараться, воздержаться от осуждений. Если человек действительно хочет поехать, если он чувствует, что там выступает какой-то его любимый артист, то, может быть, пусть он лучше поедет, чем от злости здесь кого-то ножом парнет. Когда-то на джаз-фест Коктебель я, кстати, не попал, но выступал мой любимый гитарист Томи Эммануэль, и я очень жалею, что не попал. И вы знаете, если бы... Да нет, я все равно бы не поехал в Крыму. Спасибо вам большое, Вова Пахалюк, участник группы Хаммерман, знающие вирусы. И, да, Евгения, есть. Я просто хочу добавить, что в этом смысле как раз, если говорить про Крым, да, существует закон о том, что запрещающий выступать на... боюсь сейчас неправильно сказать, на аннексированной территории. Этот закон есть в Крыму, не имеют права выступать, как бы. Ну, проблема с артистами в том, что они не там пересекают админграницу, что они едут... Я просто про Россию имела в виду. То есть тут у музыкантов как бы осознанного выбора он как бы есть вроде, да, в области Крыма, но есть четкое законодательство не выступать. Но это касается и музыкантов со всего мира, собственно. Если музыкант из любой страны мира выступает в Крыму, в Украине он не имеет права больше выступать, за этим очень качественно следит СБУ. Иногда даже переслеживает, но ничего. Вот. Я просто про то, что тут как бы это не существует, ну, это не есть дискуссия. То есть тут, понятно, нельзя. Выпустили, все, окей, в стране есть такой закон, он может тебе нравиться или не нравится, но в стране есть такой закон. Поэтому тут, ну, дискуссии такой с музыкантами я не думаю, что может быть, поедете или нет. Ну, это интересно узнать мнение. И на самом деле Вова Пахалюка мы ждем вас в студии вместе с Альбертом, поэтому приходите, как только сможете. Спасибо за участие в эфире Радио Крым Реалий. Команда Радио Крым Реалий серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Радио Крым Реалий 105,9 FM слушайте нас в Крыму круглосуточно. Если же FM не добивает, сайт Крым Реалий, там есть красная кнопка и онлайн мы с вами можем быть абсолютно всегда. Наши стримы смотрите на Facebook и YouTube страничках Крым Реалий, но в нашей студии Евгения Стрижевская, организатор фестиваля «Как ты Бельжас Фест», который в Черноморске пройдет 16-19 августа. Это Матеряково, Украина, Одесская область. Давайте, вот несколько минут осталось. Есть еще время, есть еще билеты попасть на фестиваль или уже все? Конечно, есть. Возможность такая есть. Возможность есть. На сайте есть программа. Вот, да, желательно ее изучить, посмотреть, потому что у нас не только, так почему-то сравнение это закралось, да, там на Атласе, Олег Винник, с рок-программа, и у нас хамарман, вирусы с джазовой программой. Ну, вот, да, неплохо. Но на самом деле очень красивый лайнап в этом году, очень красивый, он очень тематичный, он очень подобранный, такой выдержанный, да, у нас будет прекрасный украинский день. На всех сценах, да, будут играть только украинские музыканты, и топовые, да, разные, и Дах Дотерс, и Анука, и Олег Скрипка, снова у них очень много интересных world music коллективов, и очень много джазовых коллективов. У нас будет день мастерской, и это тема для отдельного эфира со специальным хедлайнером, Иваном Дорном, допустим, да, об этом тоже можем поговорить в следующий раз. У нас будет замечательная морчиба, если мы переходим там уже к третьему дню куб Оскар Оркестра, которые никогда еще не были в Украине. В общем, изучайте программу, вот чего бы я попросила, да, не делать публике, а что это у вас за джаз? Вот, изучите программу, посмотрите, мы действительно возрождаем, слава богу, получилось джазовую сцену в этом году, билеты есть, они нормальные, я считаю, вполне вменяемых, адекватных денег стоят, и приезжайте на море, потому что это красивый уже там начало, да, бархатного сезона, поговорим, будем толерантными и будем слушать красивую музыку. Сколько людей, по вашей информации, уже приедет в Черноморск? Ну, мы ориентируемся, вот тут можно сравнить, на самом деле, потому что это статистика цифры в свои там, да, лучшие годы, фестиваль в Крыму за один день, да, мы на один день одной сцены могли продать около 30 тысяч билетов, а сейчас это такие общие показатели за фестиваль. Тут, конечно, экономическая, да, составляющая, хотелось бы вернуться, вот, потому что я еще фестиваль изучаю с научной точки зрения, и я вам скажу, что большинство организаторов фестивалей в Украине, это не совсем адекватные люди, в хорошем смысле слова, да, и на вопрос, да, вопросники, зачем вы делаете фестиваль, ну, в принципе, там 90% ответов для того, чтобы расплатиться с долгами прошлого, вот, поэтому покупайте билеты на концерты и фестивали, не у перекупщиков, в официальных кассах или на официальных сайтах, поддерживайте украинскую музыку и украинскую культуру, и вот развитие, да, здорового общества и возможность действительно прикоснуться к хорошей, позитивной, светлой, нормальной, созидательной энергии, которая обязательно вас зарядит на весь год. Тем более лета, к сожалению, осталось всего ничего. Евгения Стрижевского в нашей студии, спасибо за то, что к нам пришли, спасибо нашим радиослушателям, но это еще не конец, дальше мы поговорим о том, что же ждет Крым и крымчан, и также рубрика «Самая главная» этой программы, это топ-5 материалов на сайте Крымреалии, оставайтесь с нами. Крым 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 Крым